В этой программе я говорю с мужчинами о том, что нам, женщинам, интересно об их удачах и неудачах, потерях и приобретениях, уверенности и комплексах, ну и, конечно, всегда любви. Возможно, в этом диалоге есть и какой-то мой определенный прагматизм, потому что мне всегда хотелось научиться думать как мужчина, а вот поступать все-таки как женщина. Сегодняшний мой гость – народный артист России, актер, телеведущий, такой замечательной улыбкой и с какой-то удивительной юной энергией внутри, которая ощущается. Все, я сказала, все комплименты. Теперь я скажу. Кира, дорогая, я очень рад нашей встрече, очередной встрече. Я никогда не забуду тот момент, когда мы с вами вместе работали, и вы мне очень помогли на самом деле, именно в качестве телеведущего, о котором вы сейчас упомянули. Вы меня так поддержали, так помогли, что до сих пор я вот это очень чувствую и благодарен вам за все, то, что вы сделали для меня. Дарю вам цветы. Ой, спасибо. В знак нашей встречи. Спасибо большое. Очень рад нашему общению. Спасибо огромное. Но начало для меня потрясающее. Только поставьте, пожалуйста, вазу. Спасибо. Действительно, это было много лет назад. Дмитрий вел в нашей телекомпании программу, и мы работали вместе. И с тех пор как-то вот лично знакомые я бесконечно ценю ваши редкие смс-ки, когда после эфира мы посылаем друг другу, потому что вот даже это редкое общение, оно для меня очень ценно. Взаимно. Так что спасибо. Ну вот сегодня я ведущая, а вы гость. Вам знакомы вообще обе эти роли? В какой вам комфортнее? В упрошающему, то есть интервьюеры, или отвечающему? Вы знаете, все-таки отвечающим, потому что я не автор, в отличие от вас. Поэтому, наверное, отвечать, хотя не всегда отвечать легче. Не всегда легче отвечать на какие-то серьезные вопросы, острые вопросы, которые ставят в тупик, провокационные вопросы. Но я их не боюсь. Мне очень интересно общаться с журналистами, которые мне самому помогают разобраться в себе. Вот, понимаете? И я думаю, что сегодня это тоже произойдет. Я надеюсь. Потому что вы как раз это умеете делать. И вас интересуют не праздные вопросы, а вас интересует личность, да? Глубина, там, масштаб, я не знаю. Ну вот суть, может быть, каких-то черт характера человека, которые не все знают. Вот вы говорите, улыбка. И все ожидают от меня улыбки. Но я не всегда улыбаюсь. И не всем улыбаюсь, Кира, поверьте. Вот вам я улыбаюсь, потому что я вам доверяю. А людям случайным, которых много в жизни, я не улыбаюсь. Потому что не всегда это, как сказать, с одной стороны вроде располагает, а с другой стороны ты становишься уязвим. Но отвечать, наверное, мне интереснее, чем вести. Вот сегодня придется вам отвечать. Долго я вам сейчас развернуто ответил на ваш вопрос, да. Вы вообще консерватор или новатор по жизни? Консерватор. Это я к тому, что я хочу вам предложить некий эксперимент. Вы готовы, консерватор, к эксперименту? Да, конечно. Я подготовила несколько вопросов. Как бы, мне кажется, вы повели себя в той или иной непростой ситуации? Я даже предположила, как вы можете ответить. Мне интересно, насколько это совпадет с тем, как я вас понимаю. Я готов к эксперименту. Да. Я открыт. Итак, представим, что вы долгие годы ведете очень популярную программу, и вдруг продюсер решает вас заменить. Вы посмотрите первый эфир с новым ведущим, вашим соперником, или не будете тратить на это силы и нервы? Я посмотрю с удовольствием, и я не считаю его соперником. И так было, кстати. Что-то, а ваш ответ, совпадает или нет? Мне кажется, что Дмитрий посмотрит программу. Значит, я в этом вопросе угадала или поняла. Следующий вопрос. Представим, что вы приехали в провинцию на гастроли, и вдруг поклонница, совершенно незнакомая вам женщина, публично сообщает, что родила от вас ребенка. Как вы будете действовать в этой непростой, щекотливой ситуации? Была такая ситуация. Я предложил сделать ДНК. Естественно, ребенок оказался не моим, но девушка прославилась на какое-то время. Это вам для чего надо было сделать? Для того, чтобы что? Ну, во-первых, чтобы восторжествовала справедливость, как минимум. Во-вторых, у меня есть близкие, у меня есть семья, у меня есть родственники, которые очень переживали, кстати. Это было напечатано в одной из газет, не буду ее упоминать, чтобы не рекламировать. И они от меня хранили эту информацию, а я от них. А потом, в общем, когда я обнародовал, они сказали, господи, слава тебе, господи, мы уже думали, не дай бог тебе попадется на глаза, мы, конечно, не верили. Я предложила журналистское расследование, в результате все закончилось тем, что, конечно, я этот прошел тест ДНК, и она, что самое удивительное, настолько человек безумен, что она тоже пошла на это ДНК, зная точно, что это не может быть. Понимаете? Никогда, потому что не может быть. И действительно, 99,9% что это не мой ребенок, вот, собственно, и все, чем закончилось. Смотрите, как я предположила. Дмитрий приложит все усилия, чтобы доказать лживость слов женщин. Так оно и есть. Так, следующее. Да. Вашего друга несправедливо обидели. Вы вступитесь за него, зная, что после этого ваша карьера закончится. Ну, конечно. Какая карьера, слушайте. Человеческое отношение, дружба, любовь – это что может быть важнее? Конечно, я отступлюсь. Ну, вот тут я отступилась посмотреть. Думаю, Дмитрий не будет рисковать, но найдет способ помочь не в ущерб своей репутации. Следующий вопрос такой. Я не знаю, как ответить. Если вы обманули жену, вы признаетесь ей в этом или будете все отрицать? Никогда в жизни нельзя ни в чем признаваться. Тем более жене. Вы что? Что вы говорите? Да, конечно. Зачем же? Надо беречь нервы. Жизнь одна, она короткая. Еще не хватало. А потом выносить в себе это все. Вы что ли мне все диктовали? Я не знаю. Жизнь самая. Мне кажется, что семья для Дмитрия главная. Поэтому для ее спасения он будет все отрицать. Это народная мудрость. Это я придумал. И не было ничего. Слушайте, что вы меня шьете? Ничего не было. Мы же говорим теоретически. Теоретически, Марина. И вам не советую никому, кто сейчас смотрит, мужчины. Никогда. Все отрицайте. Представим, вы ужинаете с друзьями в ресторане. И фоном звучит песня в вашем исполнении. Вдруг компания молодежи громко требует выключить это устаревшее. Вас это обидит? Вы как поступите в этом случае? Нет, меня не обидит. Вы знаете, я социопат. Я вот в народ ходить очень не люблю. А когда попадаю, я себя очень неловко там чувствую. Мне крайне некомфортно. Крайне. Я вас понимаю. Да, да. Вот мишень. Я чувствую себя просто мишенью. Поэтому я думаю, что чем меньше внимания к себе, тем лучше. Я вообще никак не проявлюсь. Вы нет. Ну, я не обижусь точно. Не обижусь. Думаю, что это заденет Дмитрия. Но он не пойдет на конфликт с молодой компанией. Почему именно молодой компанией? А молодая компания. Которая не знает. А, молодая. Типа, что там за стареет? Вот этот нафталин там. Этот вот ретрушный. Они жестокие, да, наши молодые. Не, я как-то... Меня не расстроит даже. Не расстроит. Вообще правильный вопрос, это вопрос, на который ведущий не знает ответа. Получается, что я, в общем, как-то вас угадывала, но не всегда. Ну, чаще вы все-таки угадываете. Вы знаете, я выбрала для нашего разговора сегодня несколько тем. Они и абстрактные, и достаточно конкретные. Последнюю тему я предложу выбрать вам самому. Каждая тема будет начинаться из истории вашей жизни, биографии, или просто цитаты из ваших прежних интервью. А в конце, если у вас возникнет вопрос ко мне, я постараюсь на него честно ответить, так же, как думаю, сегодня будете отвечать вы. Начнем? Да. Первая история. Ваша знакомая по пионерскому лагерю «Метеор» Галя, девочка, которая мечтала стать актрисой и хотела сниматься, она рассказала вам, что Владимир Меньшов ищет подростков на роли. Поскольку она очень боялась провалить пробы, она попросила вас поддержать ее. Вас тоже сфотографировали. И режиссер, насколько я знаю, разложил эти фотографии на две стопки. Продолжите, пожалуйста. Дальше Владимир Валентинович Меньшов рассказывал после выхода фильма на экран такую историю. Вот передо мной лежало две стопки фотографий. После фотопроб. По одной стопке лежали фотографии тех, кого я отобрал, чтобы еще раз их пригласить, познакомиться, прочитать сценарий. Может быть, они будут претендентами на роли. А в другой стопке те, кого уже я отсеял. Они мне уже неинтересны. Вот эту фотографию с Хратьяном я из стопки в стопку, другую перекладывал несколько раз. Я не мог понять, нужен он мне или не нужен. И вот она кочевала вот отсюда сюда, отсюда туда. И вот в какой-то момент вдруг все-таки я решил, ну нет, ну давайте еще раз вызовем, посмотрю еще, надо посмотреть еще раз, что он из себя представляет. И вот это вот перст судьбы, я не знаю, мановения руки, как образно говоря, решил мою вообще судьбу. Вот об этом я и хотела спросить. То, что вы оказались в стопке перспективных... Это не случайно. Нет, это не случайно. Нет, не случайно. То есть вы считаете, что случайности не случайны? Нет. Это закономерность какая-то, да? Я считаю, что случайность закономерна. Как вы думаете, вот в судьбе каждого человека одинаково много случаев, сколько и у других? Думаю, что не всегда человек может распознать. У меня вообще хорошо развита интуиция. Вот я вот уже могу это сказать, мне уже 60 лет скоро будет совсем исполнится. Поэтому, наверное, я уже какие-то вещи про себя понял. И не только я. И я вот точно понимаю, что вот интуитивно какие-то... У каждого из нас она есть, на самом деле. У кого-то более развита, у кого-то менее развита. Кто-то остро ощущает, кто-то вот колеблется и делает неправильный выбор. Но все равно, так или иначе, это знак. И эти знаки, они встречаются на протяжении жизни часто достаточно. Это происходит с вами постфактум или в процессе? Иногда в процессе. Но еще ведет кто-то, понимаете? Это же не только я. Вот были знаки, которые вас каким-то образом отвели от неправильных решений? Были знаки, когда я мог изменить, и я настаивал, но меня не послушали, а вот до сих пор я об этом очень жалею. Если вот говорить об этом серьезно, то, например, в моей жизни есть факт, о котором я каждый день вспоминаю, и прошу прощения за это. Это жизнь человека, которого не стало. И я мог предотвратить, и я единственный, кто мог, но я не смог убедить. Это Марина Левтова, и это практически произошло почти на моих глазах. И я понимал, что ей не надо было ехать на этих снегохотах кататься, потому что была такая ситуация. Но она, в общем, настояла, и в результате ее не стало через буквально полчаса, после того, как я вот... Я понимаю, что из всех, кто ее тогда окружал... Да потому что надо было остановить, потому что нельзя было ехать. Но вы же ей говорили? Говорил. Но надо было запретить. Ну, как вот сказать, одно дело говорить, другое дело это действие, это слова, это действие. Анатолий Франц говорил, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Вы чувствуете, что кто-то, ну, вы уже говорили об этом, ангел-хранитель, он ведет вас по жизни. Вы чувствуете его всегда рядом? Да, я чувствую, да. Я думаю, что это моя бабушка Клавдия Ивановна Заплаткина. Такая вот, поверьте, кстати, я вот подумывал как-то, не взять ли мне вообще вот ее фамилию. Вот такая яркая. Мой дедушка по папиной линии, он чистый армянин, а вот бабушка чистая русская, да, Заплаткина. Вот. Я думаю, что это она, потому что она меня очень любила. Вообще мне предки помогают, я думаю. Скажите, о каких случайностях в вашей жизни было больше со знаком плюс или все-таки со знаком минус? Мне кажется, что, конечно, я вообще баловень судьбы. Конечно, безусловно, я очень везучий человек. Хотя, говорят, нельзя это говорить. Извините за тавтологию. Но вот если так анализировать и вспоминать, вообще мне очень, конечно, очень и везло, и везет. Ведь вы несколько раз попадали в такие серьезные автомобильные аварии. Ну, так сам виноват. И то, что оставались в живых. Вот это заслуга случая, проведение какое-то, вот, которое у нас оттуда, или это все-таки ваше заслуга? Зато я бросил пить. И уже 15 лет я от нее не... Понимаете, все закономерно, все не случайно. Это были звонки. Это все эти звоночки, кроме первого раза, когда мы с Мариной, с моей супругой, когда это первая была машина, не было никакого опыта. Я полтора суток перегонял машину из Евпатории, значит. Но вот за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности, как водителя. Это был первый. А остальные все разы у меня было, извините, в алкогольном опьянении. Так что вас спасало, вы думаете? Опять же, это англ-хранитель? Бабушка, да. И бабушка. И то, что я, видимо, что-то еще должен был сделать. Ну, потому что так я думаю. Что что-то зачем-то... Предназначение все-таки есть. Есть миссия у каждого человека. Вот у вас в Карьере несколько таких пиковых периодов славы. Это «Розыгрыш», это «Зеленый фургон», это «Гардемарина». Я не беру огромное количество замечательных других фильмов. Вы только первую удачу вот с «Розыгрышем» все-таки в какой-то степени случайность. Ну, в какой-то степени да. Вы правильно название произнесли. А в «Розыгрыше» вот эта случайность. Да. Фотография. Значит, дальше. Если говорить про «Гардемаринов», там начинал сниматься Юрий Мороз. И у него уже было... Снято три сцены с ним в роли Алеши Курсака. И потом опять эти предки, которые осваивали... «Гардемарина», он не смог по каким-то обстоятельствам, неважно по каким. Но потом вдруг эту роль сыграл я. Случайно или не случайно. У Гайдая два раза я снимался, оба раза я не был утвержден на эти роли. Опять вот мы приходим к этой закономерности в этих случаях. У вас вообще по жизни очень много каких-то удивительных совпадений, биографий. Например, всех трех ваших любимых женщин звали одинаково. Вашу первую любовь, вашу бывшую жену и теперешнюю на протяжении уже почти 30 лет Марину Майко. Причем и отчество, так я понимаю, у бывшей жены. У двух, да? Да, и у Марина Владимировна. Марина Владимировна. Вы можете как-то это рационально объяснить? Ну, я же не специально выбирал именно по имени. Вот это что? Ну, знак какой-то, наверное, да. Но я не анализировал, я не понимаю, почему так. Но вот так есть. Мы обратили внимание, думали, что вы объясните. Я не смогу это объяснить. Так же, как число 21. У меня очень много. У меня был военный билет 21, у меня был студенческий билет 21. Дочка родилась тоже моя, Александра Дмитриевна, 21 января, как и я. Что-то еще там. А, 21 мая меня призвали в ряды вооруженных сил Советского Союза. Хорошее число. Вообще, случаи и случайность, они происходят помимо нашей воли, заслуг наших? Случаи и случайность, мне кажется, приходят в нашу жизнь ровно для того, чтобы мы каким-то образом отреагировали, изменились и что-то сделали. Как-то поменяли свою жизнь. У меня была жуткая депрессия, просто год или полтора. Мне ничего не помогало. Я тогда еще к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться на самом деле к психологам и к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Это как бы уже тоже опыт есть такой. Я прочитал книгу Паула Коэльо «Вероника решает умереть». Ну, наверное, вы знаете, в чем там суть и так далее. И вот она реально, вот эта книга, вот вытащила меня из этого состояния. Вот, как говорят, знаете, говорят, что типа искусство не может изменить человека, там, театр, кино. Все это так, это аллюзия, иллюзия, это все фантазия. Это да, на какое-то время может быть, но на самом деле кардинально не имеет. И меняет, и помогает, и очищает, и просветляет. Поэтому мне кажется, что случайности приходят в нашу жизнь ровно для того, чтобы мы как-то изменились, как-то отреагировали. Что-то, что-то сделали иначе. Но ведь у любого человека возникает иногда потребность выпрыгнуть вот из чужого сценария, который, может быть, даже написан свыше. Вы когда-нибудь бунтовали против того, что вам предлагала судьба? Ой, вот этим неправильным путем можно дойти до стенки, упереться, и, знаете, может быть, и не надо. Я, например, помню, что мне было 24 года, и меня призывали в армию. Да, у меня был ребенок, я был известный артист, мои фотографии печатали на обложках журналов. И как бы я не то чтобы не очень хотел идти в армию, да, но как-то сопротивлялся внутренне. Вот. Хотя ничего для этого не предпринимал, потому что вот как-то мне было, ну, как-то стыдно, что ли, я не знаю. Ну, в результате меня призвали. И когда я отслужил, я понял, насколько это было своевременно, насколько это было правильно. Просто мой личный опыт человеческий и мое состояние психофизическое тогда настолько требовало вот такого кардинального изменения. И вот именно вот такого отсуществования, вот в таких жестких условиях экстремальных, понимаете? Я понимаю. А не становится человек, который все равно доверяется случаю или вот тому, что происходит, не становится ли он заложником этого? Вы ждали дальнейших ходов судьбы какой-то? Или всегда рассчитывали все-таки только на свои силы? Ой, вот знаете, Кира, для меня каждый день он новый. В этом я получаю удовольствие и радость. В неожиданном, неопознанном, внезапном и свежем каком-то восприятии. Вы как-то определили себя как оптимистичного фаталиста или фатального оптимиста. Мне-то кажется, что вы фатальный романтик. Романтик. Можно это, ну, оптимист, читай романтик. Идеалист, романтик. Когда ты был максималистом, наверное, в юности. Я надеюсь, что мы как-то вот вдруг коснемся этой темы. Вторая тема, она называется «Кризис». Ваша цитата. «Успех розыгрыша меня не окрылил, а наоборот растоптал. Я понимал, что меня все отрождествляются моим героем, в то время как я никакого отношения к нему не имею. Это он такой талантливый, с гитарой в руках, отстаивает справедливость, режет правду матку, а я мыльный пузырь. При этом мне хотелось самому и окружающим доказать, что я что-то могу». Вообще удивительно странная реакция на успех. Вы внутренне не готовы были вот к этой обрушившейся славе? Или считали недостойной ее? Недостойной считал. Там главная противоречия в том, что он – это не я. А меня как бы ко мне относились, как к нему, как к герою с экрана. И ждали от меня тех же поступков и проявлений. А я даже пел не сам в этом фильме. Я даже в этом не мог признаться, потому что мне стыдно было говорить, что это не я. Но я же пришел туда, на киностудию, с гитарой, я же пел своим голосом. А вот когда пришел момент записи песен, я растерялся, я не смог, у меня не получилось. Понимаете, раз, два, три не получилось, а там все, извините, час времени записи. Меньшов говорит, извини, Дим, ну надо нам, ты хорошо поешь, но вот сейчас он не готов, а нам нужно записать, сейчас запишем похожий голос. Никто там, вот, не поймет, что это не ты. Все-таки вы очень хороший человек. Да ладно, не, ну да ладно, перейдем. Ну правда. И на самом деле он мне такой урок приподнял. Я-то был уверен, что он меня взял из-за этого. Что он меня взял из-за того, что я умею петь и играть на гитаре. Я же вот этот герой. А я не этот герой. Я даже это не смог сделать. Да я трусоватый был. Вообще, как бы это был не я. А все-то ко мне, как к нему относились. Я думаю, боже мой, ну как же быть-то? Я же не он. Ну что ж такое-то? И меня, конечно, это... А знаете, что можно в этом случае? Я закрылся. Становиться таким. Да, правильно. Ну вот это был первый опыт. А дальше я уже... Я уже начал соответствовать, пытаться, понимаете, пытаться соответствовать. А вы стали чуть-чуть тем героем? Мне-то кажется, что да. Ну пускай вам это кажется. Я ж не против. Я сам обманываться рад, знаете. Но я... Действительно, вы понимаете, какая штука? Потом уже с годами, конечно, я понял, что это моя ответственность. Действительно, это уже моя ответственность перед зрителем, перед людьми. Безусловно. Потому что, ну, надо стараться соответствовать, конечно, характерам героев. Потому что их нельзя разочаровать. Они не заслужили этого. Они очень доверчивы. Они верят. И я верю как зритель. Вы покажете на меня. Я верю. И я верю. Нет, мы все верим. И поэтому, ну, нельзя. Это наша... Вот это часть профессии, кстати, тоже. Слушайте, а вот неспособность принять свой успех, это неуверенность в себе? Или все-таки это какой-то кризис взросления в каком-то смысле? Это все вместе. Это была моя жизнь, тогда школьная. Ничего нового. Как бы мне было легко. А я от того, что мне было легко, мне казалось, а что я такого сделал? Почему меня сейчас поднимают так на пьедестал-то? Что из меня делают какой-то фетиши кумира какого-то? Сколько лет? Было? Да. Когда вышел фильм, 77-й год, мне было 17 лет. Вы ведь после школы не поступили сразу в театральный, да? И после этого отправились в пустыню в геологоразведку, насколько я понимаю. Зачем? Это было бегство от дискомфорта этой славы, авантюры или желание просто заработать? Это вот опять судьба вывела так. Вот это случайность как будто бы, понимаете? У меня были, значит, товарищи мои, значит, два парня, старше меня на три года, их только-только отчислили из театрального училища Мищукина. Юрий Слауцинш и Сергей Нагорный. И один из них, Юрий Слауцинш, устроился в поисковую партию, в геофизическую экспедицию. И там узнал, что нужны ребята, которые, ну, рабочие нужны. Это действительно жесткие условия, это действительно пустыня, реальная, это палатки, это песчаные бури, это подъем в четыре утра, это хождение по маршрутам с электродами и так далее. Ну, то есть суровые достаточно такие условия, но это романтика. И я вам скажу, что это один из лучших периодов вообще моей жизни по воспоминаниям, по ощущению радости жизни, космические ощущения совершенно. Космические, там потому что совершенно другое небо, другие, значит, пейзажи какие-то. Я ходил, я же первый раз не поступил не потому, что я там не поступил, а потому что я просто был не готов. Я ни одного произведения до конца не мог, я настолько был безграмотен и я был полным неучим. По школьной программе я ни одного стихотворения Пушкина не знал. Вообще, вообще не знал даже, как называется. Не то, что там не знал наизусть строк. Я не знал, как называется. Я не знал, что есть Евгения Онегина. То есть я был, сейчас я говорю так смело об этом. Я смотрю на вас. Позор. Да, вообще вы Пушкин, ведь. Так я, конечно, Пушкин. По сути. Ну да. Да. Я Пушкин. Вот и Хуциев тоже подумал. Вот я хотела спросить вас. Ну он так решил, что я должен был. Я-то мне когда позвонили, мне говорят, значит, звонят по телефону. Это какой? 81-й год, это я перешел на четвертый курс. Лето, август месяц, по-моему. Дмитрий, значит, вот вас беспокоит с киностудией Масфильм, фильм Пушкина. Вот мы хотим вас пригласить на встречу с режиссером Марленом Мартыновичем Хуциевым. Я говорю, очень приятно, интересно, хорошо. А на какую роль? Говорит, на роль Пушкина. Я говорю, вы точно мне звоните по адресу? Вы меня вообще видели хоть раз? Ну да, вот и я говорю мне, ассистентка, что? Я говорю, какой Харатьяна Пушкина? А он говорит, нет, приведите меня Харатьяна. Ну, в общем, привели меня. И в течение года, в общем, постепенно, как-то, шаг за шагом, проба за пробой, Марлен Мартынович как-то почти и меня уже убедил, потому что я могу это сыграть. И даже убедил худсовет студии, киностудии Масфильм. Но потом, к сожалению, не убедил Госкино. И там начались... В общем, началась такая борьба. Это грустная история. В результате которой он фильм так и не снял. Но действительно, это, конечно, целый год жизни, который... Ну, он меня очень-очень сформулировал, что ли. Я не знаю, как-то... Во-первых, я узнал, что Пушкин это не просто там «Я вам пишу, чего же более там». И «Я вас любил. Любовь еще быть может». И то, что там Дантес. Короче, он для меня открыл, конечно, этого человека, в первую очередь. Даже не поэт, а именно человека, потому что я... Ну, по-моему, до сих пор не снят ни один фильм достойный Пушкина. Вот, кстати, я думаю, что в этом это тоже некая, как сказать, магия, мистика, судьба. Вот как с Булгаковым тоже. Вот, понимаете, тут что-то такое, потому что все-таки Пушкин у каждого из нас свой. Но все-таки вернемся к теме кризиса. Сколько возрастных кризисов вам пришлось пережить в жизни? Ну, как-то я вот подсчитывал, вроде как получилось у меня три. Так. 33, 37, 42. Вот. Ну, таких, которых я прям ощутил, и физически, и психически. А какой самый трудный был? 37, наверное. Но это кризис среднего возраста, в общем. Но вообще, кризис, вы считаете, это от разума или гормонов? Что это больше, сферы логики или сферы чувств? Это химия вообще все какая-то. Просто организм человеческий на уровне физико-химических каких-то, так сказать, процессов, которые в нем происходят. И опыта, который накоплен. И у тебя уже дом, семья, дети, армию ты отслужил, в кино ты снялся. И, в общем, достаточно, а что дальше-то? Кризис нужен для того, чтобы определиться, а что дальше, понимаете? Странно, вообще, кризис среднего возраста, это все-таки следствие, ну, каких-то разочарований, рутины жизни. Ничего этого в вашем случае не было. Откуда вы знаете? Что ж вы думаете, что вы все знаете, что ли, примерно? После гардемаринов был гайдай. Да нет, это же вы говорите про внешнюю сторону. Слушайте, вы же не знаете, что там в личной жизни происходило. Все, что связано с алкоголем и так далее. Это же вообще отдельное как бы. А вы знаете, как ученые определяют состояние кризиса среднего возраста? Я вам сейчас прочитаю. Ну, очень интересно. Это долговременная депрессия, связанная с переоценкой возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, но они ему кажутся упущенными. И наступление собственной старости и смерти оценивается как событие с вполне реальным сроком. Вы согласны с этим определением? Или все сложнее? Нет, вот так вот и есть. На самом деле, вообще вопрос главный – это вопрос смерти. Вопрос смерти – то, что человека мучает на протяжении всей жизни, с того момента, как только он осознает, что он смертен. Потому что, чем мы отличаемся от животного мира? Они не знают, что они умрут. Поэтому они живут счастливо, с отсутствием в жизни печально-финалом. Потому что все остальное вроде хорошо. Вообще психологи даже разработали целую систему вопросов, чтобы определить, есть ли у человека вот это состояние кризиса. Я взяла только часть из них, и мне интересно, что из перечисленного было с вами. Можете ответить? Да, вот так. Думаю, да. Первое. Глядя в зеркало, вы не узнаете себя. Взрослое лицо, серьезный взгляд, морщины. Неужели этот человек – я? Может быть, это было. Это в 37 было? Ну, где-то вот в каком-то таком, да, в один из периодов, может, и было, да. Я другой, я изменился, я не такой, каким я был. Каким я привык себя, наверное, идентифицировать. Наверное, было, да, было, скорее всего, да. Появилось желание бросить хорошую работу. Вы хотели когда-нибудь перестать быть актером? А я вообще себя не считаю актером, если честно. Вы кто? Кто ты? Кто ты? Я человек. Я не знаю, я, по-моему, не актер, на самом деле. Несмотря на то, что вот я актер. Вот такая вот, такой вот, как бы, противоречия. Ну, вам кем хотелось стать, если бы не были актерами? Мне всеми хотелось стать, как все вы, и космонавтом, и милиционером, и военным, и дирижером. Это детство. Да. Ну, вот поэтому я стал актером. Я не настоящий актер, я какой-то не настоящий этот, как его там, сварщик. Мне кажется, я вот актер, но не актерский актер, вот так, можно сказать. Странное определение, это же опять не я, а психологи. Вы чувствуете себя хорошо, это вот по поводу кризиса, когда причиняете другим боль? Нет, я отчасти могу согласиться с тем, что действительно близким, самым близким, самым любимым, чаще всего достается больше других. Вот негатива, тех проявлений в таких состояниях, в которых человек мало себя контролирует и становится неадекватным. И действительно, он может принести какую-то боль, наверное, да. Я думаю, что со мной такое бывало. И страдали самые близкие люди. В голове сплошные «не», «не достиг», «не успел», «не смог». У вас вообще в речи... Это про кризис все? Да, да, да. Сейчас уже этого ничего нету? Нет, я говорю, чтобы вы сравнили свои ощущения. А, с теми? С теми? Да, да, конечно. Да вы что? Да, ну-ка, не-не-не, да. У вас появилось желание, это опять про кризис, я говорю, активно двигаться или заниматься экстремальными видами спорта. Бег, велосипед, танцы, гонки на красных спортивных автомобилях, прыжки с парашютом. У вас была когда-нибудь красная машина? Да, конечно. Самая первая, вот моя иномарка, Ниссан Санни была красная. Это что? Вот это вот такой вызов или... Нет, так сладко, это стечение обстоятельств. У меня был выбор, собственно, взять серенькую или красненькую. Я выбрал красненькую. Новую причем. Табаков Антон, по-моему, потом мне рассказал, как я тебе завидовал, ты едешь. Мы там на каких-то девятках, там, москвичах. И так, ротина, красная машина, иномарка, едет такой весь, такой красивый блондинка. Вы замечаете, что все больше людей, которые моложе, внезапно вы обнаруживаете, что симпатичная девушка годится вам в дочери. Это было такое травматичное для вас открытие? Никогда, да? Благодаря тому, что вы выглядите. Это вот благодаря моим предкам. Нет, у меня все в порядке с молодежью. Накопились последствия вредных привычек. Курение, употребление алкоголя. Это тоже было? Да, конечно. Мне кажется, что вот у мужчин во время вот кризиса среднего возраста несколько таких вот, как вам сказать, основных реакций на опасность и на стресс. Это сражаться, то есть, может быть, заново влюбиться, может быть, открыть новый бизнес, что-то еще. Это убегать в алкогольное забытие, в деревенскую глушь, какой-то теплый остров, может быть. Или ощутить себя мертвым, когда полная апатия и бездействие. Что из этого похоже? Ну, вот я помню ощущения, например, когда у меня была затяжная депрессия, самая такая, наверное... Это в 37? Когда я не хотел просыпаться. Вот я понимал, что утром, и я опять закрывался одеялом. Я не хочу, я не хочу, я не хочу в эту жизнь. Я хочу вот... Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы, значит, вот закрыться вот так вот и как бы уснуть. Но это не смерть. Это вот именно полное отрешение от внешнего мира. И это было достаточно продолжительное время. Вот понимаете, когда человек не хочет просыпаться не потому, что он не выспался, а потому что ему не хочется в этом мире жить вообще, вот с этим сталкиваться, с самим собой в этом мире. Вы ведь блестяще сыграли в фильме Гаррика Сукачева «Кризис среднего возраста». Вы считаете, что блестяще? Да, я считаю, что блестяще. Ну, не все так считают. Ну, это мое... Я тут недавно книгу, кстати, про Гарика Сукачева набил. Сейчас у него тоже юбилей вот-вот грядет. И про него, значит, Михаил Марголес написал книгу. Ну, вот он сам написал, Гарик сказал, что я не участвовал, я вообще вот... И там как раз этот вот Марголес Гарику говорит, в кулуарах говорят, что Харатьян вообще слабый артист, что сериальный какой-то, значит, в каких-то легких, легковесных комедиях снимался. Зачем ты, говорит, вообще взял вот это... Ты хотел что? Там, изменить его имидж, как-то поменять отношения к нему? Вот. Он говорит, да, я хотел поменять отношения, хотел изменить имидж, я не знаю, насколько удалось, но лучше меня никто не знает, насколько вообще глубокий, серьезный артист Дмитрий Харатьян. Я один, может быть, на свете знаю его потенциал. Вот так почему-то написал. Я подумал, а ведь есть люди, которые вот так ко мне относятся, на самом деле. Вот вам понравился, а ему, как я понимаю, даже, может, не ему. А он как бы... Ты понимаешь, что это некая провокация, чтобы вызвать на какую-то реакцию? Не обиделись на Марголес после этого? Я не обиделся, я просто понял, что вот вы как-то меня так рисуете, в каких-то таких, ну... Как вижу, так и рисую. Ну да, у вас такое личное отношение, я понимаю, но оно личное ваше. Это не значит, что оно общественное, это не значит, что нет других мнений. Они тоже есть. А вот после кризиса среднего возраста все становятся равнодушнее, жестче, циничнее. Нет, некоторые вообще уходят из жизни, слушайте. Да. Очень много людей, которых вот лично мой опыт... Я как был оптимистическим романтиком или фаталистом, или фанталистическим там оптимистом-романтиком, это природа, это свыше нам дано, и замена счастья оно, понимаете? А вот тоже касается... Я стал закаленнее, я стал более толерантным, переоценка ценностей называется. Поэтому и... Потому что я переоценил и понял, что есть вещи, с которыми бороться бессмысленно, есть жизнь, которая продолжается. Вот и все. Значит, я дальше иду просто, открыв забрало, и воспринимаю эту жизнь как таковую, как дар и как, в общем, радость. Потому что это единственная ценность, на самом деле, вот я сейчас понимаю, не профессии там, даже не семья и дети, а все-таки жизнь как таковая, вы понимаете? Почему говорят за здоровье? Это же очень хороший, правильный тост вообще. Я в детстве же не понимал, будьте здоровы, ну что, мы и так здоровы, что нам быть... А будьте здоровы в глубинном смысле. Потому что пока ты здоров, ты жив. Пока ты жив, в этом есть смысл какой-то, понимаете? Когда ты не здоров, то уже, извините, и жизнь уже не такая радостная. И качество ее другое совсем. Но вообще выйти из кризиса, наверное, можно только как-то перезагрузив себя, изменив приоритеты. Вот что помогло Дмитрию Харатьяну вновь почувствовать вот эту радость жизни? Любовь? Конкретно? А вы мне подсказываете, что ли? Нет, я спрашиваю, я думаю, что да. К спорту, например, любовь. Я спортом начал заниматься в 33 года. В 32 начал теннисом, я помню, Балуевса и Менщиков мы играли у нас там в Краснодаре. Это я романтик, понимаете? Я думала, вы скажете, любовь к женщине. Секундочку. Любовь – это очень широкое, очень объемное, масштабное понятие. Это не только любовь к женщине, это любовь к жизни, это любовь вообще к природе. Это любовь как смысл, понимаете? Потому что я думаю, что каждый раз срабатывали те же самые гены, предки и инстинкт самосохранения. Потому что я доходил, в общем, до края несколько раз. Я реально не просто депрессии доходил, а просто алкоголем доходил. Вот сейчас я хочу перейти к этой теме. Я ее назвала «Преодоление». Мы ее не избежим. Цитаты, которые, может быть, вам приписывают СМИ, а может быть, вы действительно говорили о стыде. «Стыд возникает, как у Горького в пьесе. Стыдно, а вы…» А вы пишете «Стыдно». Это вы говорили, действительно? Да, да. Но это не я сказал, это классика. Вы никогда не скрывали, да, и сегодня уже несколько раз говорили, что была алкогольная записка. Это честность с самим собой, договор, когда ты понимаешь, что ты сказал это, и поэтому ни шагу назад. Или все-таки желание помочь тем, кто оказался на какое-то время в этой ситуации? Ну, его пример другим наука. Я говорю о себе, но понимаю, что, в принципе, это может кому-то помочь. Потому что это же беда. По большому счету, это же беда. Ну, беда, алкоголь, наркотики – это страшная беда. Но вообще люди, когда пьют… Приводящая, в общем, к смерти человека, как минимум. А к большим проблемам его близким, а может и к смерти тоже, опять же, понимаете? Ну, обычно люди пьют, когда какая-то безнадега, от отчаяния. По-разному пьют. Почему алкоголизм бывает, я уже говорю теоретически, у людей успешных, востребованных, далеких вот от этой серой, рутинной жизни? Вот в этом смысле это уже распущенность. Я думаю, что наоборот, люди пьют по двум причинам. Или когда плохо, или когда хорошо, на самом деле. Почему у вас это было? Вот пить, чтобы… У меня сначала радость. Вот, как Валера Приемахов говорил, покойный, царство небесное, говорит, Дим, ты вот такой прекрасный, вот первые три дня, а потом это ужас какой-то, кошмар. Я очень веселый был, я вообще другой человек, когда я выпивал. Мне даже иногда вот вспоминаю как-то с таким вот, с нежностью. Ну, если бы не потом. А вот, к сожалению, я очень хорошо знаю, что потом. Вот эти там первые два-три дня, я рубаха парень, я все всем дарил, мне так радостно было, хорошо жить. Но потом к возмездию. Обязательно возмездию. В виде чего? В виде потери здоровья, депрессии, значит, отношения людей к себе, потери профессиональных качеств. Все же поступательно, постепенно, дозами. Доза увеличивается, соответственно, все превращается, в результате ты заходишь в тупик. Заходишь, собственно говоря, вот в это состояние кризиса. Но в кризисе ты думаешь, что ты, если сейчас вот, так сказать, поможешь себе таким образом. Но мы же все знаем, что ты поможешь на час, на час, а потом будешь страдать месяц там или годы. Но мне повезло, мне просто повезло. Я серьезно, потому что вот таких краев я мало таких людей видел, которые доходили до такого состояния. И большинство из них, их уже просто нет. Нет Андрея Краскова, который, ну, просто себе сказал, а я буду, все равно это я буду, мне нравится. Вот в какой мой срок будет такой, ну, придет срок, значит, придет, все. И он, в общем, достаточно рано и ушел. Понимаете? Но он, честно говорил, я пьющий алкоголь, я не пьющий алкоголик. Я тоже алкоголик. Потому что если в меня попадет, и я начну продолжать, то я уже не остановлюсь. А вы вообще не пьете? А вы как думаете? Думаю, что вы пиваете. Нет, конечно. Зачем же? Ну, смысл? Нет, я понемножку. Нет, ну, смысл, смысл. Чуть-чуть. Ну, нет. Поймите, я бы сейчас не сидел здесь, если бы это чуть-чуть. Что за чуть-чуть такие? Это столько раз эти компромиссы в моей жизни были, и они все очень печально заканчивались. Никаких чуть-чуть быть не может. Вдохновение и опьянение, они часто соседствуют с друг другом? Вообще это разные состояния. Это же вообще было в 60-никах, это был культурный код. Это самообман. Слушайте, это самообман. Я этих людей знаю. У меня друзья есть такие, которые... Я пью, потому что потом у меня пограничное состояние, я творю. Я пишу стихи, песни, я там сочиняю. Да фигня это все. Я в это не верю. А разве творческая жизнь сама, она не ограничивает людей? Вот, предположим, когда жесткий график съемок, когда спектакли, когда эфиры, когда можно выпить? Мне кажется, что... Кто-то умудряется. Вы знаете, я знаю людей, которые выпивают каждый день, и вы отлично себя чувствуют. Ну, вечером, чуть-чуть там. Ну, это традиция, это культура. А как итальянцы, а как молдаване, слушай, грузины. Нормально. Но когда это в генах, когда у тебя химия. У меня химия, у меня не разлагается это все во мне. То есть оно у меня превращается в яд. Понимаете? Я сам себя травлю. Ну, так я устроил. Вот в то время вы могли сорвать графики какие-то? Да, конечно. Я срывал и срывал. А репутация? Репутацию срывал. Все я срывал себе. Я думаю, что я много ролей не сыграл именно благодаря тому, что вот когда-то я там позволял себе. И это помнят люди. Несмотря на то, что я такой как бы сейчас уверенный, так сказать, и такой, как сказать, оптимистически заряженный, но тем не менее я понимаю, что я расплата за эти состояния, я получил ее в профессиональном смысле, безусловно. Я понимаю, что медицинские способы лечения, это кратковременные. Они кратковременные, они на какое-то время действительно дают эффект, но все равно пока ты здесь для себя сам не определишь это, не решишь для себя. Я не знаю, что случилось, почему вдруг я без всякой помощи извне, медицинской, я почему-то вот как-то... И все, время пришло, срок какой-то, ангел храните. Я не знаю, что, но вот это произошло. Вы знаете, я понимаю женщин, которые, отчаившись, они оставляют мужей, которые пьют. Алкоголизм, ну вот это сложная вещь. Марина Майко, вот ваша вторая жена, она моложе вас на 10 лет, она стала тем человеком, который убедил вас, что вот жизнь продолжается? Она мне помогла, безусловно. Она мне очень помогала. Она вообще, она спасатель. Она очень бережно ко мне относилась, она, так сказать, ухаживала за мной, следила, вызывала врачей. Создавала очень комфортную для меня тогда атмосферу, ну, как сказать, которая помогала с этим справляться, вот так скажем. Вот многие женщины в такие моменты, спасая любимого, они тащат все на собственных плечах и прощают, и оправдывают. Как вы думаете, вот такая позиция милосердия, она позиция действенная или все-таки уязвимая для женщин? Тут два есть, собственно, пути. Либо это прощение и милосердие, либо это нужно, так сказать, осудить и уйти. Вам важно, чтобы любимая женщина все терпела и прощала? Все? Да. Или вы будете считать ее бесхарактерной, безвольной? Вы понимаете, тут важнее, что сам ты себе прощаешь и терпишь. Тут же вопрос совести, который, собственно, совесть, это Бог и есть, я так считаю, что совесть, это внутренний камертон твой. Это то, что тебе не позволяет успокоиться, да? Самый строгий судья, на самом деле. Поэтому, говорит, Бог, Он внутри всегда. Он тебе всегда дает понять, прав ты или нет, хорошо ты сделал или нет. Это уже не интуиция, это именно совесть. То есть прощать, конечно, надо прощать и терпеть. Это мы вроде как понимаем все. Но вот конкретно, когда это касается какой-то очень конкретной ситуации, как в этом фильме «Покидая Лас-Вегас», я начал пить, потому что меня бросила жена, или меня бросила жена, потому что я начал пить. Понимаете, вот, как бы, и вот она его бросила, и он, типа, вот, а он это бросил, потому что он начал пить, а не он начал пить, потому что она ушла. Вот в чем дело. И, может быть, вы этим, наоборот, поможете человеку. Вот вы уже начали говорить о вере, она помогла вам в этот момент? Вот как вы нашли своего человека в вере? Это ведь очень важно. Я нашел своего человека в вере на похоронах Марины Левтовой, о которой я сегодня уже рассказывал. А когда ее отпевали, значит, это батюшка, которого, кстати, уже нету, отец Борис, вот он служил на Ваганинском кладбище. Он настолько лично это все переживал. Он вот, когда он читал молитвы, он все, ой, он вот, он так вздыхал все время. Он как бы передавал вот наши отношения к утраченным нами близкому человеку. И как-то он так, знаете, это даже не передать словами, он как это вот такое глубокое соучастие, проникновение, сострадание. И вот как-то не то, чтобы я, я и раньше верил, но вот тут произошло что-то такое очень важное, видимо, для меня. Вообще, я крестился в 31 год. Это было у меня в Павшино, в нашей деревне. Притом, крестной у меня была моя жена, которая еще не была женой тогда. И у нас очень в этом смысле такие странные отношения. Она вроде жена, но вроде и крестная. А вот по религиозным убеждениям, вроде и как бы по канонам, мне нельзя, чтобы жена была. И он еще спросил этот батюшка, но это другой батюшка, не Борис, это у нас в Павшино, значит, в этой церкви, он спросил, а вы ему кто? Вы ему не жена? Он говорит, нет, я не жена, тогда можно быть крестной, если жена нельзя. А она, ну как бы мы жили вместе, но она, как бы сказать, официально не была женой тогда. Это был 91 год. И вот я думаю, что вот она и у нас вот такие отношения, как крестная и крестница. Ну вообще удивительно, что священники, часто говорят то, что мы сами знаем, да, сами знаем. Но одни умеют как-то обнадежить и помочь, а с другими что-то не складывается. Вот почему так, как вы думаете? Ведь, конечно, какая штука, если ты с детства не воспитан в традиции, если не выцерковлен, то человек, когда ему плохо, когда уже ничего не помогает, он обращается туда, к вере, к сожалению, чаще всего приходит, когда уже это край. Вот может быть и у меня практически это произошло благодаря какому-то краю, что ли, да, и если не полному, так сказать, отчаянию, да, и безверию, но вот какому-то ощущению, ощущению краха, что ли, какого-то внутреннего. И постепенно я начал осознавать, что реально это работает, это помогает. И если ты по-настоящему веришь, то и мечты сбываются, то и ты изменяешься, и вся жизнь изменяется. Но только верить надо искренне и всерьез. Я думаю, что это помогло. Сколько лет вам было тогда? Ох... Ну, это вот 40. 40... 42. Да, 40-42. Это вот это, да. Вот скажите, Дмитрий, это испытание, это преодоление, это самое трудное было в вашей жизни? Я имею в виду вот эту зависимость, с которой вы избавились к счастью. Я думаю, да. Ну, да. Факт из вашей биографии. Вы с Марины, о которой мы уже много говорили сегодня, прожили в гражданском браке, по-моему, 7 лет, да? Да. Ваша цитата. В результате просто расписались без пышных торжеств и без белого платья с фатой. Но это ведь не самая большая неприятность, правда, спрашиваете? Не самая большая, но неприятность. Почему-то для мужчин вот это трудное понятие, особенно, когда нужно подтвердить свою любовь штампом в паспорте. Вы понимаете, почему мужчины боятся обязательств? И почему для нас, женщин, это так важно? Ну, я бы не обобщал все-таки. Все мужчины, мужчины боятся обязательств. Мне кажется, мужчина, он вообще его подозначение как раз ответственности, некие обязательства перед семьей, перед женой, перед детьми. Но вы же не женились на Марине семь лет. Я, это было другое. Это, на самом деле, я ее охранял, а не себя. Вы понимаете, какая штука? У меня был первый опыт брака. Он, в общем, был такой печальный. Мне было 20 лет, и до 88-го года, 8 лет, этот был брак. Долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный, изначально обреченный. Почему? Ну, потому что это было, это было неправильно все. Это было все очень неправильно. Там не было любви, там было необходимо. Там не было, там я не хочу даже, это все печальная история, это мой юношеский максимализм и ложная подмена понятий. Благородство. Обязательства и долга. Обязательства и долга, кстати, да. Потому что я жил, ну, как я в студент, то это нормальная, обычная, так сказать, личная жизнь, с кем-то, так сказать, оно происходит. Но девочка была старше, девочка заканчивала институт, и ей нужна была, грубо говоря, прописка. Понимаете? Чтобы остаться в Москве. Да, я ей помогу. Вот я ей помог. 8 лет жизни, ребенок, который родился в нелюбви, извините, понимаете? Кому это, кому от этого хорошо? Личному только он. Зато опыт жизни я прям, я понимал, что Марина меня младше. У Марины свои перспективы, своя жизнь. Я уже человек поживший, с опытом разных полюсов абсолютно, понимаете? Я, кстати, когда познакомился с Мариной, я как раз уже 3 года не пил практически. Я был другим человеком, я был чистым, понимаете? Потом она увидела на меня настоящее лицо, можно сказать, каким я бываю вообще в этих состояниях. Вот. И этого тоже может быть. Я не то, что боялся, но я как бы подспудно понимал, что я подозревал, что это не навсегда. И потом я не хотел ее как бы... Да, она была мне симпатична, да, мы жили вместе, да. Но вот этот брак, он... Я понимал, что он может изменить и ее, и меня, и наши отношения, на самом деле. Потому что сейчас они некие, в некотором смысле, бескорыстные, а потом уже начинается другая история совсем. Я думал, что она не была, но она очень хотела. И она, конечно, не то, чтобы она не настаивала, нет, но квартирный вопрос все решил, короче говоря. Жили мы в маленькой квартире, чтобы получить большую квартиру, нужно было, чтобы еще кто-то был прописан. И я говорю, Марина, крикнула я из балкона, иди быстрее, этот ЗАГС закроется уже часов, пойдем расписываться. Послушайте, она не настаивала, она не ставила ультиматум, она не собирала вещи. Нет. Она ждала, она терпела. Да. Ждала, терпела. Такая ваша доля. Ждать и терпеть. Ну, не вашу, не в смысле вашу личную. Нет, моя тоже, да. Вообще, ну почему? Я думала, что вы боитесь ее потерять, поэтому все-таки вы решили сделать ей предложение. Давайте будет, пускай будет ваша версия. Нет, не надо. Скажите право. Конечно, я боюсь вообще близких терять очень тяжело, слушайте, и в физическом смысле, и вот в таком. Да. Ну, поэтому, наверное... Но это был долг ваш перед Мариной все-таки. Конечно, долг. И сейчас долг. Всегда долг. Вообще, наш долг, это правда, который другие имеют на нас. Это сказала не я, это сказал Ницше. У других есть право на вас, Дмитрий? У кого есть это право? Конечно, у всего народа есть право на... Искусство принадлежит народу, понимаете? Я часть, в общем, этого, надеюсь, все-таки. Искусство, да, и эти герои, которые и я, и не я, это все-таки принадлежит народу, поэтому в данном случае, конечно, я себе не принадлежу. А если нет любви, долг и обязательства, они уместны? Мы были бы идеальной парой, конечно, если бы не ты. Ну, слушайте, долг и обязательства, как бы, понимаете, когда мы говорим про такие чистые чувства, как любовь, верность, нежность, какое-то вот единение, ну, вот это долг. Долг. Долг родине надо отдавать, понимаете, если она в опасности. Долг надо отдавать тем, кого ты одолжил, я не знаю. Долг платежом красен. Для меня вот в этом долг. Ну, долг перед любимой женщиной, которая ждет, терпит. Ну, нет. А что ждет, терпит-то? Ну, она хочет замуж. Я вам скажу. Ну, уже? Не, подождите. Вы до или после сейчас? Мы сейчас... Давайте определяться. Мы продаем или покупаем? Нет, мы дадим. Да, да, нет. Конечно, и мама моя говорила, ну, что ты мучаешь девочку? Ну, какая чистая, замечательная вот... Ну, что-то вот ее... Да отпусти ты ее уже, господи, она мне говорила. Ну, что-то вот со своим этим... Ну, отпустили бы. Да я бы отпустил, но она не особо так и... Рвалась. Рвалась. Ну, да, как-то так вроде и так хорошо было. Да. Ну, вообще, встретить женщину, полную тезку, первой, бывшей жены, наверное, кто-то бы сказал, никогда. У вас нет... Как с машиной, да? Не ты, сереньку не надо, надо другого цвета. У вас нет предубеждения против имен, там, каких-то гороскопических... Нет, и мама, кстати, учительница у той, у другой. Совпадений. И обе они, в общем, не москвички. Нет? Нет. У меня такой комплекс, видите, я... Нет, да, я же говорю, это не... Это самое... Заниженная самооценка. Как-то... Я шучу. Ну, вообще, я вам скажу честно, что для нас официальное предложение, я думаю, что для всех женщин бесконечно важно, потому что... Ну, это подтверждает серьезное к нам отношение. Серьезность намерения. Абсолютно. Вот вы почувствовали доверие, благодарность Марины, когда вы официально стали ее мужем. Изменились как-то отношения? Ой. Почему такой трудный вопрос оказался? Ну, я не уверен, что они стали лучше. Может быть, они и хуже не стали, но и лучше нет. То есть ничего не изменилось? Ну, особо нет. Вот мы получили больше... Мы 100 метров, жили в 23-х, 100 метров. Изменились, конечно. Да, ребенок родился. На самом деле, все закономерно. Если честно, конечно, вот... Я хотел ребенка. Хотел второго ребенка. Я хотел ребенка от Марины. Но вот там, где мы жили, опять, квартирные вопросы действительно очень актуальны. Тогда особенно был. А вот тут как-то и возможности появились. И желание, и все совпало. И, собственно, через год практически появился Ваня. Это желанный ребенок? Желанный. Это Ваня желанный, очень ребенок. Сколько лет вы вместе? С 89-го года. У нас в этом году 30 лет будет. 30 лет? Ну, в этом году 30 лет. Ну, это солидный срок. Это заслуга ваша или Марина? Я думаю, что потому, что мы редко видимся. Ну, как мне не нравится этот ответ, не романтика. Слушайте, ну, знаете, вот как есть. Вот так вот. Потому что, если бы мы жили вот каждый день с утра до ночи, с ночи до утра, я думаю, мы бы, конечно, уже давно расстались. Не верю. Не, правда, правда. В этом есть. Потому что, конечно, расстояние сближают. Это правильно. Ну, по крайней мере, вот для меня. В моей жизни... Мы очень самостоятельно существуем, кстати. Очень самостоятельно. При том, что мы вместе живем, но мы живем... Она работает? Да, да. Ну, мы же... У нас школа Градемаринов, она директор этой школы, она педагог этой школы, она ведет эту школу уже шесть лет. До этого она снималась в кино, до этого какие-то... Ну, была жизнь тоже. Мы, конечно, пересекаемся, безусловно, и мы живем в одном пространстве. Что вы говорите? Но у каждого из нас есть своя, так сказать, зона комфорта, да, где мы, в общем... Она никогда ни на чем не настаивает? Да почему же? Да мы все настаиваем на чем-нибудь. Нет, может быть, вы больше... Помой посуду ты. Нет, ты должен вынести. Такое бывает? Да бывает, конечно, каждый день бывает, когда ты... Вот поэтому, я говорю, нужны эти самые разлуки, и как-то не надо все время вместе быть. Это 30 лет вместе. Это же все-таки, извините, срок, и... Не просто срок, это, как сказать, это стаж, и это борьба, и работа большая все-таки. Чья? Обоюдная. Нет, нет, там больше и меньше нет. Там два столкновения, двух глыб, двух характеров, двух, так сказать, противоречивых каких-то... У нас, не смотря, еще раз говорю, на то, что мы одно, как бы, да, но мы очень разные, и у нас вот до сих пор все равно какие-то... И может быть, это, кстати, и позволяет нам быть вместе. Какие-то... У нас все время возникают какие-то искры, какие-то три... Мы там не то чтобы ругаемся, но мы так очень отстаиваем каждый какую-то свою там позицию, свое мнение, свое... Кто побеждает? Время все лечит. Никто не побеждает. А вы скажите, по отношению... Кому у вас самое такое сильное чувство долга? К родителям, к семье, к друзьям, к ученикам, к родине. Не знаю, все ли я... Ну, во всяком случае, да, замечательный набор. И вот последняя тема нашего разговора... Знаете что, Кира, я не согласен. Давайте делать сериал. Давайте, давайте. Маловато будет. Маловато будет. Да, я вам предлагаю три темы на выбор. Высокомерие, потеря, романтика. Ну, романтика, конечно, какая, зачем мне? Про потери я уже рассказал, про высокомерие я, кстати, не рассказал. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напрасно на страшнее обличение. И гибнет радость, коль ее судить должно не ваше, а чужое мнение. Итак, ваша цитата. То, какие вкусы нам прививают с детства, остается потом с нами на всю жизнь. Пушкин полюбил русские сказки, которые ему читала няня Арина Родионовна. Так вот, моей Ариной Родионовны в каком-то смысле был Евгений Александрович Евтушенко. Вы принимали участие в его таком масштабном проекте рок-опере «Идут белые снеги». И там у вас была роль, насколько я знаю, душа поэта. Дмитрий, не по сценарию, можно вас попросить что-то прочитать? «Наше как бы, как будничное полоумье, как бы судьи в суде, как бы думающие в думе. Мне раскрыла, как быйка одна, свою маленькую, как бы тайну. Я в вас как бы всю жизнь влюблена, вас читаю и как бы вся таю. Я хочу перед Богом предстать, как я есть, а не как бы не в роде, чтобы как бы счастливым не стать, в как бы жизни и в как бы свободе». Спасибо. Да это ему спасибо. Я хочу сказать нашим зрителям многочисленным, что иногда Дмитрий мне просто присылает стихи. Стихи всегда замечательные. А, нет, это стихи, которые я сам сочиняю, естественно. А из своего тогда прочитайте что-нибудь. Вот, значит, сейчас вспомню, сейчас, 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 сейчас. «От лени шаг к нужде, от лени шаг к измене, от лени шаг к беде, от лени поколения». Вот такие вот стихи. Я не знаю. А когда вот Пушкин, как раз вот этот период Пушкина в моей жизни, значит, ведь раньше было как? Заподлость на дуэль, а нынче все не так. Заподлость, добрый день, заподлость рук пожатия, забыв или простив, такая наша братья, прилив, отлив. Сеонар. Спасибо вам большое. Но идем дальше. Получилось так, что почти все режиссеры видят вас романтического героя. Престарелого в возрасте. Это ваша сущность все-таки, и ее невозможно спрятать. Или близорукость режиссеров, которые... Ну, вам обидно, что вас все время каким-то образом отождествляет с нормальным, положительным героем. Так это счастье. Счастье? Ну, конечно. Я к этому отношусь как к подарку судьбы, что меня вот так, может быть, ко мне так относятся, как вы сейчас сказали, хотя не все так относятся, конечно. Вот. Вот это вот как бы идея... Как бы. Как бы. Как бы. Наша как бы. Как будничная полоумерность. Это как бы. Ужас. Ну, это слава паразита. Он очень точно подмечал этим. Великий поэт. Я настолько в это сам, видимо, поверил когда-то, вот в самую романтическую составляющую. И я вижу предпосылки, почему. Действительно, я родился в 60-м году, конкретно в 60-м. Их называют шестидесятниками. Мои родители тогда, в 24 года, они были пропитаны этим вот воздухом этой вот весны, оттепели, да. Вот этими стихами Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулина, Рождественского, да. Они из этого сотканы были. Поэтому и я из этого соткан. Это нормально. То есть это ваша сущность, фактически, да. Мне кажется, что да. Вот повторить себя по взрослевшего в фильме Города Марина, вот сейчас, в котором вы снимаетесь, это интересно? Я не повторяю там себя. Там совсем другое? Ну, это другое. Ну, как бы он вырос, это как бы. Как бы. Это жесть. Слушайте, это тот же человек тоже, имя он носит, но он совсем уже другой. Он повзрослевший, изменившийся. Мудрый. Но романтик. Но романтик, который верит, надеется и любит. А вам никогда не хотелось сыграть, ну, кого-то принципиально другого? Да играл я. Мерзавца или Люцифера? Да играл я Мерзавцев, и Люциферов не хотел бы. Нет. Мне предлагали там Папа Гаппоне играть, и Люцифера, кстати, предлагали играть в театре. Все было. Но вот-вот не хочу я этим заниматься по какому-то внутреннему душевному убеждению, что ли. Я в это не играю. Это как бы для меня не игрушки, и я не считаю, что это правильно. Хотя, с другой стороны, в профессиональном смысле, это интересно, безусловно. Мне это лично неинтересно. Для меня, например, Алексей Владимирович Баталов, мой учитель, с которым я однажды снимался, но запомнил навсегда уже теперь, является в некотором смысле эталоном ответственного отношения к профессии и к выбору ролей. Вот казалось бы, ну что, мы знаем, все время он хороший человек. Но он везде хороший человек. А что, это плохо, что ли, что он везде хороший? Он настолько убедительный, как хороший человек, и настолько он нам дает веру в добро вообще, дарит, да, посредством искусства, посредством этих образов, которые он создал, что это его миссия, на самом деле. И он выбирал эти роли, и он отказывался от других, я знаю, я с ним общался. И это принципиальное отношение к профессии и к ответственности в этой профессии. Есть свобода и ответственность художника, как известно. Вот скажите, вы все годы сохраняете вот образ романтического героя, у вас приблизительно одна и та же прическа, стиль одежды. Сейчас уже нет. Это я сейчас для гордомаринов... У вас нет татуировок. Так я понимаю. Вот да, я как-то не... То есть вы не выходите за рамки привычного образа, который так... Слушно. Нет, нет, нет. Который так полюбили люди. Это сознательно или подсознательно? Осознанно. Это осознанно, я думаю. Для роли, конечно, я готов перевоплощаться и внешне, и внутренне, но в жизни, да, наверное, я в каком-то смысле ретроград, что ли, не знаю. Консерватор, вы уже сказали в начале. И консерватор. Да. Времена, как мы знаем, не выбирают, но если бы была возможность жить во времена гордомаринов, шестидесятников или теперешнее время? Так, а что бы я там делал в других-то временах? Здесь-то я как-то осознанно существую, я понимаю, чем я занимаюсь, у меня какой-то есть путь. То есть вам комфортно здесь и сейчас? Да, мне комфортно, да. Вот скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, что все-таки романтические герои, они мало теперь кому нужны, потому что какой-то расчет, деньги, карьера, они стали мерилом успеха и главными, как вам сказать, атрибутами вот нашего времени. Вот с этим несоответствием внутреннего желания и потребности в романтике, дружеской какой-то верности, чести, и запросы общества совершенно на другое. Вы смирились или нет? Я как-то договорился внутренне. Нынче действительно другие ценности. Если вспоминать тамошние времена, другую страну, и деньги не были главным мерилом всего. Совсем другое было. Сейчас, пожалуй, может быть, не для нас с вами, а в принципе, да, наверное, золотой телец мирил и всему и успешности, которые дают состояние, богатство, деньги, которые, как мы знаем, ровно так же дают и обратное совершенно. И несчастье, потому что люди, которые все это имеют, они от этого счастливее не становятся. Если мы говорим о душевном комфорте, то счастье ведь не в этом, а в чем-то другом. Как бы природа моя, извиняюсь за слово, как бы такова, что во мне, видимо, романтическое, неубиваемое, совершенно неистребимое ощущение, тем не менее, себя и жизни, но они не мешают зарабатывать эти деньги. У меня еще концертная деятельность очень широкая сейчас стала. Почему-то, вот с чего я начал, к тому я прихожу, это удивительно. Вот я когда-то ведь играл на гитаре, на танцах. Сейчас у меня уже большая концертная программа с музыкантами. Это же мне приносит какой-то доход, в том числе. Но я же абсолютно искренне это делаю. Как-то это все уживается и совместимо вполне. То есть, романтик не исчезнет из нашей жизни? Я очень надеюсь, что нет. А как может это исчезнуть? Как имя, фамилия? Я не... Ну, это часть меня. Я из этого сделан, понимаете? Это сотка из этого. Почему так увлекаются там Дюма, да, тремя мушкетерами в определенном возрасте? Или теми же городов? Почему они так живут до сих пор? Но эти идеалы необходимы. Если их в жизни не находят, их находят в литературе, на экране. Они нужны. Без них невозможно. Как вера, она нужна. Кто-то из великих сказал, что искусство люди придумали, чтобы не умереть от истины. От истины. Потому что истина страшна, мы умрем. Понимаете, человек смертен. Это истина. Мне кажется, что вы воспринимаете это как миссию какую-то. Ну, я тоже, я не могу, что я миссия, но это мое предназначение в некотором смысле. Конечно, это та роль, которую я должен сыграть здесь. Часто вот семья, наверное, становится для нас каким-то спасительным таким островом, где, ну, не страшно быть романтиком, не страшно быть сентиментальным. У вас, Мариной, вот на 30-м году жизни остался хоть какой-то романтизм? Вот что самое романтичное было сделано вами ради нее, а ей ради вас? Я думаю, что самое романтичное для нас обоих это рождение ребенка. Ивана Дмитриевича. Ну, это было уже когда? 21, 21, 21 год назад. Но это самое правильное и самое верное и самое романтичное подтверждение, наверное, отношений вообще рождения ребенка. Вообще, жизнь человек изменяет по-разному. Кто-то карьерными какими-то достижениями, кто-то количеством в фильмах, кто-то детьми, кто-то любовными увлечениями. Вот вы чем-то измеряете свою жизнь? Если измеряете, конечно. Я не измеряю ничем, по-моему. Просто живете? Ну, в общем, да. Можно так сказать. Еще одно, что определяет романтизм, это восприятие все-таки возраста. Романтик это человек, который, в общем, не перестает удивляться и мечтать в любом возрасте. Вот о чем мечтает Дмитрий в свои мне даже не верится. 50? 59. Я вообще мечтаю о ребенке. Еще одном. Ну, прям не знаю. А что, бывали случаи, мы знаем. Примеров много. Ну, дай бог. Вполне, я надеюсь. Мечты-то реальные, другое дело свершение. Дмитрий, Дима, можно я уже по-домашнему, как мы обычно? Огромное вам спасибо. Наш разговор подходит к концу. И спасибо вам за доверие, спасибо за честность, спасибо за то, что я, ну, я очень хорошо к вам отношусь и после этого разговора, наверное, буду относиться еще лучше. За все, что было сегодня сказано и за все, что я сегодня узнала. И в конце, если у вас есть вопрос какой-то ко мне, то я постараюсь ответить. Вот, может быть, такой вопрос. Вы когда выучились в МГУ? Да. На журфаке? Да. Насколько изменилось ваше отношение к сути профессии вот той девочки, которая выступала тогда в МГУ? Ну, когда-то, да, вот, вот, из сегодняшней Киры Александровны? Да. поменялось смысл и суть вашего отношения к профессии? Нет. Никак? Нет. Оно осталось, наверное, романтическим, так же, как и у вас. Может быть, это нас и сохраняет в наших профессиях, мне так кажется. Вот в этом нет тоже разногласий, когда вы хотите это больше сделать для зрителя или для себя? Есть. А кто побеждает? Что побеждает? Здравый смысл. И в чем она? Ну, мне хочется, да, мне хочется, чтобы люди после разговора увидели того человека, с которым я общаюсь, но немножко по-другому, но по-хорошему. Все-таки со знаком плюс. Ну, интересная у вас работа, интересная. Сказал ведущий Дмитрий Харатьян. Да, да, да. Все? Все. Да? Да. Дмитрий Харатьян.